Чтобы подготовиться к роли, Роберт Дауни-младший тренировался 5 дней в неделю и соблюдал диету. Джону Фавро также пришлось попотеть и сбросить 35 килограмм. Джефф Бриджес отрастил бороду и побрил голову. А Терренс Ховард посетил военно-воздушную базу, чтобы проникнуться духом военнослужащих. Гвинет Пелтроу повезло больше всех. А вы знаменитая Пеппер Поттс. Да, это я. Ей не пришлось сильно готовиться для роли. Плюс ко всему, в отличие от других актеров, девушке нужно было проехать всего 15 минут, чтобы добраться до студии. А для подготовки к роли, ей, как и всем остальным, понадобилось просто изучить характер персонажа по комиксам. Кристина Эверхард в фильме работает в... Журнал Ваннити Фейер. Не уделите мне минуту. Хорошо, да? А в комиксах она журналистка из Дейли Бьюгл. Машина, которую чинит Тони Старк, принадлежит режиссеру фильма Джону Фавро. Как думаете, кто богаче, Тони Старк или Брюс Уэйн? Оказывается, богачесть вселенной Марвел зарабатывает больше, чем Бэтмен. Состояние Старка составляет 865 миллиардов рублей, в то время как у Брюса Уэйна на счету всего-то 648 миллиардов. Пещера, в которой был заключен Тони Старк, уходила вглубь на 180 метров, из-за чего там пришлось установить систему кондиционирования воздуха, так как в самых удаленных помещениях было очень холодно. Костюм Марк-1 весил 45 килограмм, и по словам Дауни, порой прокачка в зале казалась ему легкой разминкой, по сравнению со съемочным днем в этой броне. Неплохо. Логотип Старк Индастрис очень похож на логотип Локхэт Мартин, соразработчика истребителей F-22 Раптор. Режиссер Джон Фавро выбрал Роберта Дауни-младшего именно из-за его прошлого, о котором я подробно рассказал в видео про карьеру актера. Обязательно посмотри, ссылочка будет в описании. Фавро прокомментировал это так. Тони, так же как и Роберт Дауни, после всего, что с ним случилось, должен был переосмыслить свою жизнь, чтобы переродиться из симпатичного мудака в героя, которого полюбят. Впервые Железный Человек появился в мультфильме 1966 года. Музыку из этого мультфильма можно услышать несколько раз в казино, в спальне Старка и в качестве мелодии звонка у Роуди. Примерно 450 отдельных частей составляет костюм Железного Человека. В комиксах главный противник Железного Человека – Мандарин. Поэтому в Марвел хотели, чтобы он был главным злодеем в первом фильме. В изначальном сценарии всё так и было. Но за 10 недель до начала съёмок планы изменились. А результат вы знаете. Кстати, в комиксах Абадая Стейн управлял своей собственной компанией Стейн Интернешнл и был бизнес-конкурентом Тони Старка, а не работником Старк Индастрис. Пол Беттани, который озвучил Джарвиса, сказал, что это была самая лёгкая работа в его жизни. И он долго не мог поверить в свою удачу, так как он поработал всего несколько часов, получил кучу денег и улетел в отпуск со своей женой Дженнифер. На роль Железного Человека рассматривались Клайв Оуэн, Сэм Роквелл, Хью Джекман и Том Круз. А Пеппер Поттс могла сыграть Рэйчел МакАдамс. Но она отказалась от роли. Позже она всё-таки появилась в вселенной Марвел, в Докторе Стрэнджа. Идея персонажа Тони и Железного Человека принадлежит Стэну Ли. Но времени реализовать первое появление Старка в серии комиксов у него не было. Поэтому это сделали его подчинённые Ларри Либер и Джек Кирби. В результате в марте 1963 на свет появился Железный Человек. Поначалу он был просто членом команды Мстителей. Настоящую славу он обрёл в 68-м, когда Марвел выпустили персонализированную серию комиксов о Железном Человеке. В середине 70-х годов художники Марвел добавили нос Железному Герою, но позднее решили отказаться от этой идеи. Когда Пеппер обнаруживает Тони, который пытается снять броню Железного Человека, в кадре можно заметить отсылочку Капитану Америка. Всем уже разболтал. Цифровой помощник Тони Старка сокращённо называется Джарвис. В английской версии полное имя звучит так Just a rather very intelligent system, что в переводе на русский просто очень умная система. Кстати, имя Джарвис – это отсылка к Эдвину Джарвису, дворецкому Говарда Старка из комиксов. В фильме его заменили на искусственный интеллект, чтобы избежать сравнений с дворецким Брюсом Уэйном Альфредом. «Мне здесь некомфортно, Альфред!» По словам Джона Фавра, на нём лежала огромная ответственность за создание фильма, из-за того, что Марвел использовала своих персонажей в качестве залога, когда они брали кредит на 525 миллионов долларов для старта своей киновселенной. Студия пошла ва-банк и поставила всё своё состояние на этот фильм. Если бы эта кинолента провалилась в прокате, скорее всего, это бы привело студию Марвел к банкротству. Средняя скорость полёта железного человека – 350 км в час. Для первого фильма рассматривались разные злодеи из комиксов. Например, «Титановый человек», «Мандарин» и «Малиновая динамо». Но Джон Фавра хотел, чтобы сюжет фильма был максимально приближен к реальности. В итоге был выбран менее известный противник Старка – Абадая Стэйн. Джон Фавра, посмотрев фильмы «Пираты Карибского моря на краю света» и «Трансформеры», очень впечатлился качеством графики. И выбрал компанию для создания визуальных эффектов, которая работала над этими кинолентами. Заключительная битва между Стэйном и Тони основана на «Железном человеке» номер 200. Однако комик заканчивается тем, что Стэйн погибает от своей руки, отражённым лучом в голову. Тони Старк читает газету с любительской фотографией «Железного человека» на обложке. Картинка является частью видео, снятого зеваками, скрывающимися в кустах во время съёмок, которая появилась в интернете в 2007 году. До съёмок в фильме «Железный человек» Роберт Дауни младший был не слишком востребованным актёром в Голливуде. Возможно, всё бы так и осталось, но заключение контракта со студией Марвел стало для него отправной точкой в мир больших гонораров и сделало его очень популярным. Теперь он один из самых высокооплачиваемых актёров, зарабатывающий в среднем по 6 миллиардов рублей в год. «Я железный человек». Микки Рурк едва не выбыл из проекта, когда первоначальное предложение по зарплате составило всего 250 тысяч долларов. Но, немного поторговавшись, его гонорар повысили до 400 тысяч. Но Адауни заработал в 25 раз больше, что в рублях 720 миллионов. Создатели «Железного человека» срисовали своего персонажа Тони Старка с миллионера и плейбоя Говарда Хьюза. И чтобы отдать дань уважения, отца Тони назвали Говард. «Итак, мы приступаем к съёмкам «Железный человек 2». А ступать уже некуда. Дон Чилд заменил Терренса Ховарда в роли Роуди из-за конфликта между Ховардом и Марвел Студиос. «Нет, нет, 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 меня ты в это не втянешь». О котором я более подробно рассказал в этом видео. Обязательно глянь. И этот диалог... «Роуди?» «Что?» «Это ты приятель?» «Это я, верно, смирись». Был прописан именно для зрителей, чтобы исключить дальнейшее недопонимание. Тони Старк говорит... «Я бы согласился на пост министра обороны, если хорошо попросите». Это отсылка к комиксам, в одном из которых он был назначен министром обороны. В комиксах Тони Старк обратился к Капитану Америка с просьбой научить его драться, чтобы быть в состоянии защищаться, если у него не будет доступа к костюму Железного Человека. В результате этих тренировок он стал довольно умелым бойцом. «Прости. Что ты творишь?» «Это смешанный бой. Недавно появился. Недели три назад». «Это грязный бокс, в нём ничего нового нет». Чтобы подготовиться к своей роли, Скарлетт Йоханссон упорно тренировалась в течение шести месяцев до начала съёмок, а также поддерживала форму на протяжении всего съёмочного процесса. «Я поскользнулся». По сценарию, гоночный автомобиль Тони Старка в Монако должен был быть окрашен в цвета Железного Человека. Но похоже, что за период съёмок Роберту уже поднадоело везде лицезреть эти оттенки. И он настоял на том, чтобы водить бело-голубую машину. Для съёмок фильма шесть автомобилей Формулы-1 были даны напрокат создателям фильма компании Формула-1 Групп. На старте гонки в Монако Иван Ванко одет в оранжевый комбинезон с именем Б. Тургенов, что является отсылкой к Борису Тургенову, он же Малиновая Динамо. Броня Бориса была разработана Антоном Ванко, отцом Ивана. Позднее Иван Ванко создаст свою броню, очень похожую на ту, что носил Тургенов. Во время съёмок у Ивана Ванко на шее была татуировка Локи. Продюсеры фильма опасались, что фанаты могут неправильно понять этот момент и начать плюсти теорию о том, что Иван ещё появится в киновселенной и будет как-то связан с богом Асгарда. Поэтому татуировка была удалена на стадии постпродакшена с помощью графики. Для подготовки к роли Микки Рурк провёл несколько месяцев на беговой дорожке и тренировался в зале. Но несмотря на это, к началу съёмок он не успел привести своё тело в нужную форму, из-за чего реквизиторам пришлось расширять уже созданную броню Ивана. Компания Rolls-Royce любезно предложила два своих автомобиля марки Phantom для съёмок фильма. К концу производства они оба были уничтожены. Главной причиной, по которой продюсеры хотели, чтобы Микки Рурк сыграл Ванка, была его игра в фильме «Рестлер». Фотография арестованного Ивана, которую Тони Старк рассматривает в своём исследовании, является реальной фотографией, на которой Микки Рурк был арестован по обвинению в употреблении наркотиков. Микки Рурк предложил множество отличительных черт для своего персонажа. Он хотел исполнить половину своей роли на русском языке, а также именно он решил вставить Ивану золотые зубы и завести домашнего питомца. Как оказалось, за птицу и золотые зубы он заплатил из своего кармана. Съёмки на заводе Хаммера на самом деле проходили на территории завода SpaceX, который принадлежит Илону Маску. Чтобы не тормозить производство, съёмки проходили ночью. Большая металлическая труба на заднем плане завода Hammer Industries на самом деле является ракетой Falcon 9, а рабочие на заднем плане настоящие сотрудники SpaceX. Кстати, камео Маска Мистер Маск. Поздравляю с Пошли. Большое спасибо. Спасибо. Илон, как ты? Привет. Тони упоминает. Твой Мерлин прекрасный движок. Речь идёт о двигателях Мерлин Маск, которые SpaceX использует на своих ракетах серии Falcon. Маск, в свою очередь, отвечает. Спасибо. Как ты смотришь на электроджет? Серьёзно? Да. Мы сделаем его. Да. Компания Илона разрабатывает электрический самолёт Тесла, но до серийного производства пока что дело не дошло. Когда Скарлетт Йоханссон впервые увидела свои наряды для роли, она задалась вопросом, как она сможет двигаться в таком узком костюме. Тони Старк напивается на вечеринке по случаю дня рождения. Это является отсылкой к комиксам, в которых у Старка есть проблемы с алкоголизмом. Да. Я вас люблю. В особняке Старка можно увидеть бронзовую скульптуру Альберта Джекаметти под названием «Шагающий человек». В 2010 году она стала самой дорогой скульптурой в истории. Ее продали на аукционе за рекордные 92,5 миллиона долларов, что в рублях около 7 миллиардов. Как думаете, оригинал позаимствовали или копию слепили? У режиссера Джона Фавро были большие разногласия с руководителями Marvel из-за их постоянного вмешательства в его работу. В ходе съемок сценаристам пришлось нести изменения в сюжет, чтобы добавить больше намеков на Мстителей и организацию ЩИТ. Эти споры настолько обострились, что Фавро отказался от должности режиссера в третьей части Железного Человека. Когда Тони спрашивает Наташу, говорит ли она на самом деле на латыни, она отвечает фразой что в переводе «Внешность вещей обманчива». На логотипе компании Джастина Хаммера можно заметить намеки на появление в будущем знаменитого Асгардца. Аль Пачино был первым выбором на роль Джастина Хаммера, но он отказался. Том Холланд, известный по роли Человека-паука, подтвердил теории фанатов, что это он был тем маленьким мальчиком на Старк Экспо в шлеме Железного Человека. В китайском прокате убрали все реплики, намекающие на то, что персонаж Ванка является русским. Не было дано никакого официального объяснения, почему так сделали. Хотя в сети ходили разные теории, одна из которых гласит, что Китай пытается дистанцироваться от России путем сокрытия всех упоминаний о стране. На роль Наташи Романов рассматривались Джессика Билл, Джема Артертон, Натали Портман, Джессика Альба, и Анджелина Джоли, прежде чем Скарлетт Йоханссон была выбрана. По словам режиссера Джона Фавра, После выхода первого фильма Железный Человек, многие технологические компании говорили о том, как интересно и правдоподобно мы отобразили технологии инженерного гения. И сколько разных фильмов и видеоигр в конечном итоге вдохновились образами, которые мы создали. Это заставило нас пойти еще дальше в будущее и попытаться удивить вас еще сильнее. Поэтому в этот фильм мы добавили голограммы, обновленный интерфейс и внешний вид костюма. А народ спрашивал, и как же мы это сделаем? По словам Микки Рурка, он провел много исследований в России, выбирая, какие татуировки Иван Ванка должен носить на своем теле. Он хотел настоящие русские татуировки, которые представляли бы русское наследие персонажа, тюремные общества и отсылки к бандам, которых он мог бы состоять. Поэтому Рурк посетил Бутырскую тюрьму в Москве. Я пытался объединить всю русскую философию. Это отдельная культура. И мне было очень интересно проводить исследования и общаться с людьми в России. Несмотря на свою судьбу, они были очень добры ко мне там, в тюрьме. Поделился впечатлениями актер. Несмотря на все старания, после премьеры на одном из интервью Микки Рурк пожаловался, что многие сцены с его участием, которые в большей степени раскрывали характер Ивана Ванка, были вырезаны. Персонаж Иван Ванка представляет собой комбинацию и злодеев Красного Динамо и Хлыста. Кроме того, антагонист изображается как сын Антона Ванка, который и был тем самым Хлыстом из комиксов. В общей сложности над фильмом работали 11 различных компаний по созданию визуальных эффектов. Третий Железный Человек это первая глава второй фазы в кинематографической вселенной Марвел. Хо Йенс Человек, который помогал Тоне в пещерах и он упомянул, что встречался с ним раньше. Мы с вами встречались на инженерной конференции в Берне. Ссылаясь на эту короткую встречу в Берне. Мистер Старк Хо Йенс Ого! Человек по имени Хо! Кстати, для китайской аудитории этот фильм был немного отредактирован и в их версии есть дополнительные сцены с участием персонажа доктора Ву. Я бы хотел познакомить вас с нашим гостем доктором Ву и его помощника в исполнении китайских звезд Сюэ Цивана и Фана Бинбина. Насколько богат Железный Человек? У него собственный особняк и небоскреб в Нью-Йорке, не говоря уже о легионе костюмов Железного Человека. Орбс оценил Тони Старка как пятого самого богатого вымышленного персонажа всех времен. В своем списке вымышленные 15. Тони Старк наносит удар по деревянному манекену Мук Чонга. Роберт Дауни-младший много лет тренирует свой боевой стиль ушу Вин Чунь. Джон Фавро отказался от кресла режиссера в этом фильме. Его заменил Шейн Блэк. После съемок он признался, что Джон Фавро давал ему советы и подсказки во время съемок, за что он очень благодарен. Хотя и отметил, что третий фильм будет отличаться от двух других. У Мандарины есть татуировка на задней части шеи. Щит Капитана Америки с анархистским символом А в центре вместо звезды. Режиссерская версия фильма длилась 3 часа и 15 минут. Для проката его укоротили до 2 часов и 10 минут. Идея о том, что любимое телевизионное шоу Хэппи Хогана является Аббатство Даунтон была предложена Джоном Фавро, который на самом деле является большим поклонником британского сериала. Железный человек 3 первый фильм Марвел, который заработал в прокате более 1 миллиарда долларов. Изначально бюджет третьего Железного человека составил 140 миллионов долларов, но после успеха Мстителей 2012 Марвел увеличили бюджет до 200 миллионов долларов, чтобы позволить Шейну Блэку создать лучший фильм в серии. Гвинет Пелтру рассказала, что ей очень понравилось носить костюм Железного человека, потому как она брала с собой сына Моисея в дни съемок в броне, и он был очень рад. Он говорил, что это было лучшее, что с ним когда-либо случалось. Моя мама супергерой, это круто. Поделилась впечатлениями актриса. Костюм Железного человека на Пеппер это отсылка на серию комиксов Непобедимый Железный человек. Тираж с 2009 по 2012 год, в которых она появлялась в Железной броне. Тони Старк родился в 1969 году. Фильм Железный человек 3 вышел в 2013 году, как раз в годовщине 50-летия Железного человека. Джема Артертон, Дайан Крюгер и Исла Фишер рассматривались на роль Майи Хансен. Джессика Чистейн была выбрана, но она не смогла принять участие в съемках из-за занятости в других проектах. В результате роль досталась Ребекки Холл. У Майи Хансен изначально была более сложная сцена смерти. После того, как Киллиан выстрелил в нее и ушел, она добралась до компьютера, чтобы стереть все данные экстермиса. А затем, чтобы как бы искупить свои грехи, она касается одного из ее растений, в результате чего она взорвалась и убила ее мгновенно. Идея о том, что Мандарин в этом фильме всего лишь прикрытие для совсем другой группы злодеев Киллиан! Он создал меня! Карманный террорист! Да! была противоречивой, поскольку Мандарин в комиксах был реальным лидером террористической группы Десять Колец и долгое время главным противником Железного Человека. Однако, в короткометражке Марвел Да здравствует король! раскрывается, что Олдрич Киллиан незаконно заимствовал имя и репутацию реального злодея. Это разозлило Десять Колец, которые впоследствии похитили Тревора Слеттери из тюрьмы и доставили его к настоящему Мандарину. Первоначально Тревор Слеттери должен был взять экстермис, полагая, что это новый наркотик, и употребив его взорваться. Но это было изменено, чтобы можно было использовать этот персонаж в продолжениях. Производство фильма было отложено на несколько месяцев из-за травмы лодыжки, которую получил Роберт Дауни во время выполнения трюка. Персонаж президент США Элис назван в честь автора комиксов Уоррена Элиса, который написал в 2005 году серию комиксов Железный Человек Экстермис, которые дали основное влияние на сюжетную линию этого фильма. На помощь Тони Старку прилетели 42 костюма. Продюсер Кевин Файги назвал основной линией этого фильма любовную историю. Любовный треугольник в этом фильме находится между Тони, Пеппер и его одержимостью костюмами и технологиями. Да, есть плохой парень, доставки очень-очень высоки, но реальная ставка в том, сможет ли Тони отложить свою работу на второй план и признаться в чувствах к Пеппер. Ведь это и есть самое важное в его жизни. Татуировки дракона на груди Олдрича Киллена это отсылка к другому противнику Железного Человека дракону Финн Фан Фуну. В первоначальном сценарии в сцене после титров Тони Старк взлетел в космос и встретился со Стражами Галактики. Изначально комиксы со Стражами не пользовались большой популярностью и чтобы это исправить было решено сделать серию, в которой Тони Старк стал шестым участником Стражей Галактики, что впоследствии вызвало больший интерес к команде космических героев. Сюжет четвертого фильма о Железном Человеке был бы переплетен с космической командой, но эту сцену убрали из сценария, когда Роберт Дауни-младший сказал, что он может не повторить свою роль Тони Старка в будущем. Роберт Дауни-младший 10 лет играл Железного Человека. На момент его появления в Мстителях Финал актеру было 52 года, что делало его самым старым актером, исполнившим роль супергероя. Нет слов. Какая часть Железного Человека нравится тебе больше всего? Оставь свое мнение в комментариях. Можно забрать у меня дом, все мои примочки и игрушки, но одного отнять нельзя. Я Железный Человек. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok